Иногда нам легче поверить в плохое о ближнем, чем в хорошее. Знаете, мы как-то ложь быстрее принимаем, чем пытаемся с ней разобраться. Идем на открытый разговор откровенный. Пытаемся выяснить и найти правду. Легко впадаем в осуждение, принимая ложь. Принимаем поношение на братьев, иногда и на служителей. А потом сами становимся людьми, распространяющими эти поношения. Хочу вам рассказать одну историю, которая была связана со мной. Много лет назад уже прошло. Я тут бизнесом решил позаниматься. Сантехнические услуги оказывал населению. Взял мастера одного, и семья из нашей церкви, они узнали об этом. Попросили, ну давай, пусть он придет, что-то сделает. Я его отправил. Сам поехал брату помогать другому, надо было помочь. Вы знаете, он весь день там работал. И весь день этот человек, он просто лгал на меня. Просто лил с утра до вечера, что я его обманываю, не плачу ему зарплату, удерживаю, а то, что обещаю, никогда не выполню. И они приехали на следующий день, мы встретились в церкви. И знаете, они не приехали с вопросом, Андрей, это правда? Они с вердиктом приехали. Они с решением приехали. Они осуждали меня. Они говорили мне, что я поступаю нечестиво. И поэтому в моей жизни такие большие проблемы. Конечно, все потом выяснилось. И все ложки мы нашли. И даже осадков никаких ни у кого не осталось. Я разговаривал со своим служителем, со своим пастырем районным, который имел духовную власть надо мной. Я спрашивал его, почему такое возможно? И он сказал мне, если бы этот человек работал бы в моем доме, если бы он это говорил о тебе, я бы в ту же минуту набрал твой номер, включил бы громкую связь и спросил, Андрей, это правда или нет? Но почему-то мы иногда так не делаем. Нам проще где-то там в углу, за глаза с другими людьми обсудить ситуацию, вынести свой вердикт и двигаться так дальше. Дорогие, я считаю это неправильным. Я думаю, нам нужно избавляться от этого.